Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема посвящена аллергическим реакциям. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедра педиатрии медицинского факультета имени Бектимирова, института медицины и экологии и физической культуры Соловьева Ирина Леонидовна, доктор медицинских наук, профессор, врач, аллерголог, иммунолог. И скажите, пожалуйста, мой первый вопрос такой. Аллергические реакции, вот почему они возникают, какие факторы способствуют их возникновению, если у человека есть предрасположенность к аллергическим реакциям. И он знает, что в определенный сезон это возникает. Вот как ему подготовиться, скажем так, к тяжелому этому сезону? Может какие-то лекарственные препараты нужно принимать или что-то носить с собой нужно всегда как бы быть наготове? Как вот скажется? Да, но прежде чем вот на такой вопрос, скажем так, конечный ответить, надо все-таки вернуться в предысторию. А история описания вообще любых медицинских проблем и заболеваний, она всегда очень интересная. Впервые обратили на это внимание еще в 1819 году. Это мы сейчас историю прямо расскажем. Это мы историю расскажем, да. Это был, представляете, это был 1819 год. И многие годы врачи или те люди, которые оказывали медицинскую помощь, они обращали внимание, как только начинается сезон сенокоса, и вдруг косари начинали болеть. Они чихали, у них немного повышалась температура, слезились глаза, краснели глаза, кто-то задыхался, у кого-то волдыри на коже появлялись, и это из года в год повторялось. Но ученые, они люди такие пытливые, они все проанализировали. И вот, когда пришел 1819 год, опять все повторилось. И тогда они назвали это состояние сенная лихорадка. Ну, то есть, связана болезнь, связанная с профессиональным... Ну, они по источнику назвали, да. Сенная лихорадка. И с той поры, вот с той поры постепенно наука обрастала знаниями. И на сегодняшний день, уже спустя вот 200 лет, мы имеем колоссальный багаж медицинских знаний, научную доказательную базу хорошую для того, чтобы понимать, что же все-таки происходит в человеческом организме для того, чтобы развилась аллергическая реакция. Аллергическая реакция, она действительно существует вообще пять типов аллергических реакций. Это мы уже к видам подошли, да? Да, это мы подошли к видам. Но как раз вот именно аллергическая реакция, которая связана с сезоном пыления, с пыльцевыми аллергенами, это классический тип, ИГЕ-зависимый тип. То есть, это связано с иммуноглобулинами. И что же, почему такое происходит? Что же происходит такое в организме, что развиваются такие состояния на обычные вещи? Ведь это не инфекционный возбудитель, ведь это не какой-то химический агент-токсический. А это природные вещества, которые в быту, в обычной нашей жизни окружают нас всегда, ежедневно, годами, десятилетиями. И вдруг в какой-то момент происходит аллергическая реакция. Связано это со многими ситуациями. Есть такие моменты, которые предрасполагают. То есть, это фактор, про который я спросил, все-таки есть факторы какие-то. Да, факторы предрасположения, они существуют. Что к ним относится? У каждого человека есть своя генетическая запись в клетках. И человеку прописано, и такие интересные вещи прописываются в каждой клетке, прописано. Болеет ли этому человеку аллергическими заболеваниями или аутоиммунными, или среди родственников в данной популяции, допустим, будет риск частых гастритов, кому-то аллергические, еще раз повторюсь, болезни. И, соответственно, вот эта генетическая предрасположенность, она еще ведь располагается на чувствительность к лекарственным препаратам. Потому что на каждой клетке располагаются рецепторы в таком количестве, которые могут соединяться с лекарственными средствами и очень хорошо помогать человеку. А есть количество рецепторов низкое или вообще отсутствует. А мы лекарства-то назначаем, а оно не работает. И аллергические болезни, они вот в этом случае... И вот идет реакция. Да. Они в этом случае имеют такое вот прогрессирующее течение. В общем, они вот так вот интересно развиваются. Значит, вот один из факторов – это генетическая предрасположенность. Второй фактор – это встреча, неоднократная встреча с аллергическим агентом, с аллергеном. Аллергические реакции на пустом месте не бывают. Для того, чтобы они развились, должны эти аллергены поступать не один раз. На это формируются, в ответ на это, на встречу клетки памяти. Они как контролеры. Ага, увидели знакомый аллерген? Запомнили. Запомнили. При повторной встрече – о, товарищ, друг идет, надо его пропустить. Эти клетки памяти они пропускают до определенного момента. Но после этого они дают команду всей иммунной системе ответить неадекватно. А неадекватность заключается в том, что это гиперэргические реакции, то есть избыточные. Это повышенные реакции иммунной системы на воздействие аллергена. Аллерген в этом случае выступает антигеном. Соответственно, касаемо детского возраста и касаемо любого человека, вопрос очень часто возникает. Малыш только родился, а уже через 15 дней он выдает аллергические реакции. Откуда, почему и как? Действительно, должны мы давать и объяснение, и не только объяснение, а предупреждение, как правильно себя вести. Родителям непосредственно. Родителям, да. Какую тактику выбрать? Какую тактику выбрать, чтобы таких ситуаций не происходило. Дело в том, что плод еще внутриутробно способен вырабатывать собственный иммуноглобулин Е, который не мама ему передает, а он сам вырабатывает внутриутробно. Вот они такие малыши у нас молодцы, они многие уже вещи умеют делать внутриутробно со стороны иммунной системы. Но это в том числе один из механизмов, это выработка иммуноглобулинов Е на то, что они видят. То есть то, что мама вдыхает, то, что к чему она соприкасается, как она купается, с какими средствами, какие продукты она кушает. И поэтому мы всегда говорим, причиннозначимые, та десятка золотых аллергенов, пожалуйста, не нужно кушать за двоих. Вот эта вот аксиома, она не совсем верная. Нужно правильно питаться, но не надо в два раза увеличивать свой рацион и употребление продуктов причиннозначимых. Потому что все продукты на основе коровьего молока, куриного яйца, пшеница, арахис, рыба – это вот те компоненты, которые входят в десятку золотых аллергенов. И вот при бесконечном употреблении, особенно если нарушается объем потребляемой пищи, они-то как раз провоцируют выработку собственных иммуноглобулинов Е у младенца, у плода. И вот он, когда рождается, и мама продолжает кушать эти продукты, ребенок потребляет эти аллергены с грудным молоком. С грудным молоком. И, соответственно, через какое-то время он выдает аллергические реакции. Проявления будут, конечно. Да, проявления, они случаются как раз-то. Ну, а в отношении полиноза, в отношении пыльцевых аллергенов, здесь действительно тоже понятно, почему это происходит. Во-первых, пищевая сенсибилизация. То есть сенсибилизация – это повышенная чувствительность, восприимчивость к чему-либо. Она может провоцироваться следующими вещами. Иногда мы на это внимание не обращаем, а иногда даже есть родители, есть блогеры, которые позиционируют, не зная таких тонкостей, не умея разобраться во всех этих нюансах, начинают позиционировать там. Будущая мамочка, кушайте мед. Это так полезно. После рождения кушайте мед. После рождения ребенка. А мед, что мед из себя представляет? Это пыльца. Это в большом количестве пыльца. В результате это да, конечно. И, соответственно, клетки памяти, они тоже не дреблены. И они каждый раз запоминают ту пыльцу, те растения, которые в состав попадали, эту пыльцу и пчелкам, и потом был произведен мед. Соответственно, кроме пыльцы идет еще также скрытая сенсибилизация, может произойти, когда купают детей в травах. Даже это может тоже быть. На сегодняшний день было показано, что есть тип аллергии или тип передачи аллергии. Транскутанно. Транс – это через, кутан – кожа. То есть, фактически, аллерген напрямую всасывается через кожные покровы. Но мы же, когда учим студентов и сами, когда выучившись, мы понимаем, что всасывающая поверхность кожных покров – это колоссальный объем. Поэтому есть средства, когда мы наносим в виде мази, в виде крема на поверхность кожи, и они оказывают терапевтический эффект. Не обязательно только инъекции или таблетированные формы использовать. Сейчас в трансдермальной транспортной системе разработаны лекарственные средства, подача лекарственных средств, потому что это все идет через кожу. И, соответственно, я почему настолько так далеко ушла в сторону, казалось бы, а я не просто ушла в сторону, а вопрос-то стоит о том, что где раннюю сенсибилизацию получает ребенок? Это как раз ванны с травами. Действительно, потому что это попадает определенное количество аллергенов именно через кожу. И когда начинается сезон цветения, тут-то как раз организм вспоминает, что где-то я уже видел эти аллергены, я знаю эту пыльцу. И, соответственно, организму не нравится эта ситуация. И в этот момент он включает клетки иммунной системы для того, чтобы запустились гиперэргические или гиперчувствительные реакции. То есть они сверхмеры идут, сверхмеры. И, соответственно, как раз-то и у нас получается, что на сегодняшний день младенцы, они даже раньше начинают выдавать аллергические реакции, чем, допустим, 20 лет назад, 30-40 лет назад. Дети меньше страдали полинозами. Но еще тут следует сказать, что экологическая составляющая – это тоже фактор того, что могут происходить аллергические реакции. Потому что загрязненность, она способствует тому, что пыльца, она может укрупнять свои размеры. За счет того, что на эту пыльцу из окружающего воздушного пространства могут оседать другие мельчайшие частицы. Поскольку было доказано, что не всякая пыльца может вызывать аллергические реакции. Поэтому-то используется термин «пыление». Есть легкие виды пыльцы, те, которые легко разносятся с воздухом на большие расстояния. И, соответственно, вот эти легкие виды пыльцы, они очень легко, хорошо вдыхаются и могут оседать на слизистых оболочках глаз, на кожных покровах, на слизистых оболочках носа, дыхательной системы. И поэтому, когда идет утяжеление пыльцевой молекулы, то есть пыльцы, то, соответственно, не каждый размер может пройти вот эти барьеры. Потому что, понятно, есть такое выражение «бревно в глазу», да? Ну, то есть если крупный размер, он все равно через слизистую не пройдет. И, соответственно, он не будет запускать аллергические реакции. И, исходя из этого, из размера частиц, выстроена вот эта теория, или доказана практика и теория, и практика. Они показали, что существуют у нас причиннозначимые аллергены, которые в сезон цветения, они могут иметь несколько периодов. Вот. Значит, это периоды весенний, весенний-летний, потом есть летний, летний-осенний или осенний. Ну, то есть фактически больших периодов – это весна, лето и осень. Весна. Какое? Кто может иметь значение? Вернее, что может иметь значение? Соответственно, весна – это деревья. Это деревья. Для нашего региона это активность пыльцы апрель-май. Апрель-май и остатки пыльцы, они все равно, они же… Пыльца одномоментно не может из природы исчезнуть. И, соответственно, эта пыльца, она остается на земле, на поверхности стен, ну, абсолютно в разных местах. На крышах может оседать, на листочках деревьев. И, соответственно, вот эти остаточные концентрации пыльцы, они где-то в среднем до середины июня в нашем регионе они остаются. И проявления аллергические, они именно в этот сезон, который связан с весенним цветением, с цветением деревьев, они могут быть связаны. Но в этом году нужно сказать, что где-то на один месяц мы вперед шагнули. То есть у нас графики цветения или полинации, они сдвинулись. Есть календарь пыления. Для каждого региона можно ознакомиться, зайти на сайт и посмотреть определенное количество пыльцы, в каком регионе в данный момент времени присутствует. Следующий период – это лето. Лето активно начинают свести злаковые травы, растения. Соответственно, эти растения, они цветут. И плюс нужно понимать, почему у нас городские жители тоже стали вовлекаться в большом количестве в реакцию, связанную с пыльцой растений. Потому что газоны, они содержат травы, которые относятся к семейству злаковых. И, соответственно, если не очень хорошо газон убирается, и газонная трава начинает цвести, то тогда в таком случае количество пыльцы в разы увеличивается в воздухе. Третий период, основной период, который связан с полинацией, с цветением растений и выбросом определенного количества пыльцы, опять же, в окружающую среду – это сорные травы. Но обычно это август, это сентябрь. И были сезоны такие, когда не было дождей, было сухо. И все-таки вот эта пыльца, она свою актуальность тоже проявляла и в октябре. Потому что природа, она тоже предусмотрела, чтобы не бесконечно пыльца находилась в окружающей среде. Для этого она дает дожди, дает холод, потом снег. И, соответственно, под снеговым покрывалом пыльца, она успокаивается, прекращает свое воздействие. Ну, а сейчас мы скоро в природную тополинную метель войдем. Есть такое вот поэтичное название. Ученые, они хоть очень статично описывают вот эти все ситуации, но, тем не менее, не лишены лирики. И вот сезон, когда имеет актуальность пыльца деревьев, они назвали, когда много тополинного пуха, ветер разносит этот пух, назвали тополинной метель. Но пациентам от этой тополинной метели, от красивых слов действительно очень трудно бывает. Так вот, говоря сейчас, вот очень хорошо вы описали, Ирина Леонидовна. Вот давайте так, все-таки вот как поступать родителям, когда можно вот заподозрить, что у них у ребенка появилась аллергическая реакция? И как им себя вести, да, к какому специалисту обращаться? Ну, понятно, что всегда рядом врач-педиатр, да, сначала, может быть, к врачу-педиатру надо. Вот тактика все-таки вот родителей, когда нужно уже, как говорится, бить тревогу, да, и обращаться, ну, сначала, скажем так, к врачу-педиатру хотя бы, участковому. Когда? И какие симптомы они должны вот увидеть? Да, ну, здесь я, наверное, поправку сделаю. Не только родители, но и взрослые. Потому что даже взрослые-то, они не могут осознать, что это аллергическое состояние. И поэтому первое, к кому обращается, это абсолютно верно. Это во всех законодательных документах и прописано, что ваш специалист, ваш доктор, который вас наблюдает, это педиатр и терапевт. И я хочу сказать, что именно на этих специалистов и педиатр, и терапевт возлагается такая колоссальная нагрузка, потому что они должны ориентироваться во всех состояниях. Не только, скажем так, когда ребенок растет, их темпы развития, не только когда человек взрослеет, но абсолютно все-все-все должно быть под контролем педиатра и терапевта. Это действительно первое звено. Это те, кто встречает любой недуг у наших пациентов. Клинические-то симптомы аллергических заболеваний, они, можно так сказать, с таким подвохом. Потому что, еще раз повторюсь, что есть у аллергии так называемые малые признаки аллергии. Малые признаки. Это субфибрильная температура. Иногда, как войдет пациент в субфибрильную температуру, 37, 2, 37, 5, 37, 3 и день, и 2, и 10 дней, и месяц, и год, и полтора года. И такие ситуации бывают. И помимо этого нос закладывает, то он свободно нос дышит, то начинается отделение из носа, то глотка першит, то какой-то зуд они испытывают, чихают начинают, глаза слезятся. Это как раз все предвестники аллергических заболеваний. И вот здесь, конечно, связать воедино, когда есть повышенная температура, когда человек чихает, есть насморк, глаза покраснели. Ну, и некоторые симптомы многих заболеваний, в принципе, схожи. Вот сейчас обсуждаем. Конечно, конечно. Но здесь, наверное, всегда на себя обращает внимание длительность. Длительность или сезонность. А длительность почему? Вот в отношении симптомов аллергических заболеваний длительность еще может быть связана не только в сезон цветения, а к пульсовым аллергенам может продолжаться и в холодное время года, потому что это перекрестные реакции на продукты питания. Но это чуть позже мы с вами остановимся. А вот в отношении того, какие симптомы могут быть, при пыльцевых таких заболеваниях, когда связаны с пыльцой растений, бывают не только связанные с поражением респираторного тракта и видимой части тела. То есть глаза, нос, глотка – это голова, это видимая часть. Но еще пациенты при вдыхании пыльцы они могут выдавать очень разные реакции. Это, к примеру, раньше именовалось отек квинки, а сейчас он по классификации ангиотек называется. Но как бы ты его ни назвал отек квинки или ангиотек, ситуация – это критическая. Это сложная ситуация, потому что происходит расширение кровеносных сосудов, кровенаполнение, в результате чего происходит отек мягких тканей. И он бывает достаточно выраженный. И в тех ситуациях, когда происходит отек слизистых ртовой полости, когда происходит отек слизистых оболочек в области глотки, это приводит к тому, что сужается просвет дыхательных путей. Уже экстренная ситуация возникает. Это жизнеугрожающая ситуация. Это жизнеугрожающая ситуация. Поэтому не только проявление со стороны респираторной системы. То есть это ангиотеки, это крапивница. В сезон цветения причинозначимых аллергенов, если так совпадает, то может развиться крапивница. Это проявления такие не специфические для пациента, для специалиста, они понятные почему. Почему вдруг в сезон цветения растений вдруг начинаются боли в животе. Боли в животе, послабление стула. В ряде случаев это скалом слизь выделяется. Причем она может быть и в больших количествах. А причина-то тоже здесь понятна. Потому что вдыхание пыльцы вызывает больше респираторные симптомы. Когда кожные покровы контактируют, это проявление со стороны кожи, усугубляются, если были атопические дерматиты, прочее состояние, идет обострение. Либо это крапивница. А еще другие состояния, которые связаны с поражением желудочно-кишечного тракта. Это проглатывание пыльцы. И вот проглатывание пыльцы может давать разные состояния. Аллергический эзофагит. То есть это поражение пищевода. Аллергический гастрит может быть. Это поражение желудка. И пыльца, и если причинно значимые перекрестные продукты питания попадают, то в таком случае еще и может поражение кишечника отмечаться. И вовлекается и кишечник. Фактически не остается органа, который бы не откликнулся на вдыхание пыльцы или на проглатывание пыльцы. Или контакт с пыльцой. Ну и, соответственно, когда такие сложные состояния развиваются, еще плюс ко всему у пациентов, особенно когда респираторный тракт, когда закладывает носовое дыхание, то есть затруднено носовое дыхание, человек не может продохнуть, он дышит открытым ртом, оксигенация, она другого плана происходит. И, соответственно, нет увлажнения вот этого сухого воздуха, то, что нос делает, помимо того, что там барьерная функция, еще плюс он делает комфортным воздух, который идет по дыхательным путям. Он его увлажняет. И, соответственно, вот в этом случае пациенты, которые осуществляют дыхание через рот, у них начинаются головные боли. А еще на сегодняшний день доказано, что затрудненное носовое дыхание, оно тянет за собой целый ряд других состояний. И это связано с тем, что нарушается оксигенация крови, то есть насыщение крови кислородом. И мы понимаем, что раз в кровяном русле чуть поменьше кислорода, но представьте, с каждым поступлением порции крови его чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше. Гипоксия будет нарастать. Гипоксия, абсолютно верно. Абсолютно верно. И причем эта гипоксия, она где будет нарастать? Она как раз будет нарастать в любых органах и тканях. На тканевом уровне уже будет. На тканевом уровне уже. На тканевом уровне уже. Да, да, абсолютно верно. И поэтому-то вот здесь вот кажется, ну вот эти вот внешние симптомы, которые очень хорошо считывают аллергологи, иммунологи, когда вот они быстро разбираются в этой ситуации, иногда могут увести пациента в сторону. В том плане, что не один год они страдают этим, и не один год они испытывают симптомы заболевания, схожие с другими болезнями. Да, да. Которые схожи с соматическими заболеваниями. Абсолютно. Они схожи с инфекционными заболеваниями. И, естественно, они как бы не вовремя начинают получать ту помощь, на которую как бы можно было это чуть раньше. Но это не потому, что все вокруг не разбираются, а потому что болезнь такая, она умеет маскироваться. Она умеет маскироваться под другие болезни. И вот здесь вот как раз вот трудности возникают. И, соответственно, бывают такие ситуации, когда к аллергологу они попадают через год, через два. Не так своевременно, как хотелось бы. Да, 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 конечно. Какое-то обследование должно сделать на уровне первичного звена. И какое обследование потом делается в рамках именно уже полномочий аллерголога-иммунолога. Направление на общий иммуноглобулин Е. То есть не всегда нужно прям вот требовать, чтобы его назначили. Потому что на сегодняшний день к этому показателю мы относимся критично, не столько критично, но вдумчиво и правильно должны относиться. Иногда людей это уводит в сторону. Когда на амбулаторном этапе пациенты просят в острый период сдавать общий иммуноглобулин Е. А он, может быть, просто в тканях, в органы мишени ушел. И в кровяном русле мы не обнаруживаем или обнаруживаем нормальное содержание. И, соответственно, и пациент потом доказывает, вот смотрите, это нормально. И врач уходит в сторону. Кажется, что это действительно ситуация подлежит контролю. И это нормально. Поэтому сейчас достаточно общеклинических обследований для того, чтобы пойти к специалисту. И уже специалист после опроса, после оценки всех симптомов, он как раз определяет, какой перечень обследования нужен. Подтверждающий диагноз. Подтверждающий диагноз, да. Да. Вот поскольку здесь мы решаем, в какой момент сезона мы можем эти исследования провести. Вот скорификационные кожные пробы и пректесты в острый период мы не проводим. То есть это является противопоказанием, потому что это введение аллергена, хоть и в минимальной концентрации, но в кожные покровы. То есть это будет потом, когда будет снежный наст, выпадет снег, там или стойкий холода, когда уже пыльца не будет определяться. А вот обнаружение специфических иммуноглобулинов Е, они действительно специфические, не общие, а те, которые покажут, что именно есть аллергия к конкретному аллергену. Будь то это пыльца, или бытовые аллергены, или пищевые аллергены. И плюс преимущество, скажем так, анализов, которые через специфические иммуноглобулины Е, инвазивные, ну то есть инвазивные – это забор анализа по крови внутривенной. Это инвазивные, то есть воздействия, вмешательства. Соответственно, он будет как раз показывать нам ситуацию, которая связана с аллергией, и привязана именно к конкретному аллергену. И еще одно преимущество в том, что можно в острый период сдавать в том плане, что прием антигистаминных препаратов, они не влияют на показатели. Вот это вот тоже удобно. То есть не нужно ждать, допустим, полгода, допустим, в мае проблема началась, и ждать позже, позже, позже. Потому что у кого-то начинается в мае, продолжается в июле, продолжается в августе, сохраняется в сентябре, и пациент вынужден ждать до окончания сезона цветения всех растений, пока не выпадет снег, пока прекратит обнаруживаться пыльца в окружающем воздухе. Вот это есть вот такие вот некоторые технические сложности. Ну и там есть ряд очень таких сложных исследований, которые должны подтвердить вовлечение, допустим, респираторного тракта в аллергический процесс, или желудочно-кишечного тракта. Ну то есть уже что говорить, по системам всем уже посмотреть. Да, уже там дальше по системам это уже определяет аллерголог-иммунолог. Это в его полномочиях уже. Да. А вот еще такой вопрос. Ну мы немножко вкратце уже закоснулись этого, да, про пищевые продукты, да, вот пищевая аллергическая реакция. Потому что сейчас все-таки, ну мы знаем же, да, не всегда качественные продукты, и очень много добавок различных, все, и так далее, да. Вот как вы считаете, все-таки, может быть, какие-то продукты нужно исключать все-таки вот тем людям, которые либо страдают аллергической реакцией, либо они подозревают ее у себя. Как вы вот к этому относитесь? Да, абсолютно верно поставлен вопрос, поскольку даже здесь не о качестве продуктов в речь идет, а о качестве перекрестных аллергических реакций. Потому что иногда, такие бывают курьезные ситуации, пациенты на меня иногда с удивлением смотрят, они мне рассказывают, а я автоматически начинаю отвечать, потому что я понимаю, из-за чего это произошло. Допустим, они мне говорят, вот как только яблоко съел в апреле месяце, я говорю, береза. Они на меня смотрят, причем они меня смотрят, да. Вот такая же реакция абсолютно. А причем здесь береза, они меня спрашивают. Какая связь между березой и яблоком? А у меня это непроизвольно происходит, потому что я-то уже поняла вообще, в чем причина-то, в чем проблема. Потому что береза – это то дерево, которое содержит мажорный аллерген. Мажор главный, да, мажорный аллерген. Это белок, который именуется PR10. И вот оказывается, PR10 есть во фруктах, ягодах, которые растут на дереве. Береза – дерево, и дерево, то, которое производит яблоко, груша, персик, абрикосы, черешня, они все содержат белок PR10. И, соответственно, при употреблении в сыром виде вот этих вот фруктов, этих ягод, человек дает усиление симптомов. Уже и не пылит ничего, а сырое яблоко съедает, начинает чихать, глаза зудятся, они краснеют, появляется слезоточивость. Антигистаминные препараты принимают, получают облегчение. Опять яблоко съел, опять все начинается по новой. Потому что кто-то реагирует на такую ситуацию только в сезон цветения, а кто-то круглогодично и зимой. Вот представили, да? Береза, опять. Особенно в забавной ситуации, когда они рассказывают мне, это зима, за окном снег, и вдруг я вам говорю, береза. И тут, конечно, пациенты в смятении, ну какая береза? А вот самое прямое такое отношение. И плюс из овощей отношение имеет к березе, то есть по перекресту, перекрестные реакции. Это как раз вот сельдерей, это морковь. И бывает иногда пациенты, действительно, им реально сложно соотнести, поскольку у нас много березовых рощ, и можно в этот лес пройти, и весной получить березовый сок, и продукт натуральный, он действительно витаминизированный, он и приятный. Ну какое количество аллергена? И когда мы, допустим, проводим лечение, все правильно назначено, все причины выявлены, они сказали про березовый сок. И пациент употребляет, а симптомы продолжаются, лечение продолжается, и вот это вот разочарование, действительно, оно может наступить, потому что мы забываем рассказать, ну не то, что мы прямо забываем, а вот иногда и пациент забывает, или такие тонкости, такие нюансы, которые знает аллерголог-иммунолог, они уходят в сторону. И поэтому-то мы и говорим, конечно, всегда должен специалист лечить. Есть врачи, которые выявили, направили, а уже аллерголог-иммунолог определяет ту диету, и помимо того, что нужно сказать, что это нельзя употреблять, нужно обязательно дать замену, нужно рассказать, а что же можно, какие продукты можно употреблять, чтобы не было белкового дефицита, чтобы не было витаминно-микроэлементного дефицита. А вот еще такой вопрос, ну он может быть такой, более практического значения, и я уверен, что наши врачи, особенно первичная звена, они все эти признаки знают, но все-таки вот хочу тоже уточнить, вот сыпь, проявление на коже, вот аллергического характера, да, и очень много инфекционных заболеваний, которые тоже проявляются сыпью. Ну понятно, что есть там корь, краснуха там и так далее, и так далее, да, и ветряная оспа, но все-таки вот аллергическая сыпь и сыпь при инфекционных заболеваниях сложно это вот как-то разграничить, или это все-таки имеет какие-то характерные признаки? Ну в целом для людей, которые прошли медицинское образование, это не составляет больших затруднений. И особенно с аллергическими реакциями кожными, которые связаны с полинозом, то есть с аллергией на пыльцу растений, они всегда однотипны. Во-первых, они однотипны, они протекают при спокойном самочувствии, ну относительно спокойном. То есть нет вот этой высокой лихорадки, когда есть озноб, когда есть гиперемированное красное горло, когда есть налеты, гнойные в ротоглотке, то есть это совсем другая ситуация. И участки кожи тоже разные. И участки кожи, они другие, да. Чаще всего это открытые поверхности. Вот, и это позволяет все-таки доктору сориентироваться. Да, пациент раздеваешь, смотришь, и уже прям сразу видно характерно, что это именно аллергическое. То есть и когда это связано еще с анамнезом, то вообще вопросов никаких не остается. Ну и вот в целом я хочу просто уже в завершении нашей программы, да, может быть, какие-то советы вы пожелали бы вот тем людям, у которых есть аллергическая реакция, или которые подозревают у себя эту аллергическую реакцию. Какие бы советы дали? Ну, прежде всего следует дать советы, потому что впереди как раз у нас сезон полинации, значит, соблюдать гипоаллергенный быт. То есть это не простые слова, это действительно меры к руководству. Значит, при выходе на улицу людям, которые страдают аллергической реакцией на пыльцу растений, необходимо все-таки покрывать волосы. Это шапочка, это шляпки. Ну, то есть элементарно головной убор. Да, то есть головной убор. Носить солнцезащитные очки, потому что они отсекают пыльцу от слизистых глаз. С этой целью именно, да? Да, с этой целью. Наносить на слизистые носовых ходов барьерные средства. Есть барьерные средства, которые из морской воды. Они хорошо увлажняют, и в них есть вещества. Ну, можно сравнить их с загустителями, где просто будут застревать аллергены. Придя домой, можно очистить носовые ходы, и пыльца уйдет извне, из организма. Плюс есть барьерные средства, которые готовятся из микроцеллюлозы. Микроцеллюлоза покрывает слизистые носовые ходы, соединяется с назальной слизью, образует гель. И в этот гель, опять же, застревает пыльца, и при высмаркивании или при промывании носовых ходов аллергены выходят наружу, и в организм не попадают. То есть молотов дополнительный барьер, да? Да. А еще эвакуация идет этих аллергенов. А еще эвакуация. То есть вот мы начинаем, образно говоря, защищаться с макушки. Макушка – головной убор, глаза – это очки. Значит, нос – это барьерные средства. Помимо этого еще есть барьерные средства – назальные фильтры. Назальные фильтры, они готовятся с силикона, они устанавливаются в носовые ходы, и потом удаляются после того, как вы пришли домой, промыли, просушили, и на следующий день опять можно пользоваться. Есть маски-фильтры. Специализированные маски-фильтры, в которых устроен фильтр, который будет с определенными порами задерживать пыльцу растений в том диапазоне, которые могут оседать в дыхательных путях у человека. И, соответственно, эта маска-фильтр, она хорошо обрабатывается, ее можно постирать, опять ею пользоваться. Она очень хорошо прилегает к кожным покровам, защищает и лицо, и область шеи. То есть опять мы избавляемся от контактов. Следующий механизм защиты – это одежда. То есть в той одежде, в которой пациент был на улице, при возвращении домой эту одежду нужно снять и переодеться в домашнюю одежду. Если у вас есть возможность смены белья, желательно эту одежду все-таки выстирать. То есть как-то к сезону цветения подготовиться. Пусть это будет одежда такого плана, которую можно менять. Пусть ее будет немножко, она будет дешевле, но ее пусть будет много на каждый день, чтобы она была разной, чтобы мы ее могли стирать. И если пациент не планирует больше уже выходить на улицу, нужно принять душ и желательно помыть и волосы. Потому что таким образом мы разобщаем контакт. На волосистой части головы оседает большое количество пыльцы, а душ он позволяет смыть эту пыльцу. Ну и, соответственно, когда вернулись домой, одежду сняли, приняли душ, прошли на кухню, и можете поужинать правильными продуктами, которые не имеют перекрестной реакции. Это вот меры профилактики. Тем, кто уже заболел, кто имеет вот эти аллергические болезни, есть такое выражение, это не приговор. На сегодняшний день это лечится. И, кстати, лечится очень успешно. Метод терапии называется аллерген специфической иммунотерапии. Сокращенно это АСИД. То есть принцип этой терапии такой, что на что есть аллергия, именно мы это и вводим в организм. Ну, в очень маленьких количествах. Настолько количество малы, это фактически можно их сравнить с наночастицами. Как своеобразная вакцинация. Да, как вакцинация. В народе так ее и называют. Прививки от аллергии. А что будет делать прививка от аллергии? Вот она каждый день, кропотливо, очень тщательно, будет закрывать те рецепторы на клетках, которые будут соединяться с пыльцой. Мы в начале-то сказали с вами разговоры, что мы еще родились, только родились, еще внутриутробно только первые две клетки разделились. А у нас уже рецепторы готовы. Так вот мы их закроем. Но не нужно думать, что пройдя один курс лечения, вы на этом поставите точку в аллергических заболеваниях. Длительность такой терапии идеально не менее пяти лет. Пять лет. Потому что за пять лет, каждый день мы тщательно будем закрывать рецептор за рецептором. И, соответственно, когда человек вдыхает пыльцу или прикасается к этой пыльце, а рецепторов нет, не с кем соединяться. И аллергический процесс, он разобщается. Благодаря этому мы получаем здоровье, возвращаем полное здоровье пациентам. Ну, то есть, получается, идем в нужном направлении. Да, конечно. И пациент действительно получает результат вместе с доктором. И можно сказать, что сейчас удобные схемы лечения, осид, это инъекционные формы, но здесь немножко удобства меньше. Но, тем не менее, этот метод, он тоже имеет на сегодняшний день актуальность. И хорошо люди этим пользуются. И те, кто заняты, те, кто работают, такие ситуации бывают. Мы не всегда можем себе найти время там в среде недели приехать два-три раза в неделю, чтобы делать подкожные инъекции. Есть сублингвальные. Субы – это под язык. Под язык. Под язык. То есть, либо это закапывание капелек под язык, либо это рассасывание таблеточек. То есть, одна таблетка в день рассасывается. И пациент это все выполняет дома. Врач обучает, показан, ну, и потом контроль. Конечно, контроль, контроль, контроль за этой ситуацией со стороны медицинского работника. Но это делать должны только специально обученные люди. Ни в коем случае за это не нужно браться специалистам другой специальности. Вот мы с вами же не пойдем оперировать сердце, правильно? То есть, мы же понимаем, что это совсем другая специализация. Каждый должен заниматься своим делом. Конечно, абсолютно верно. Поэтому я всегда и говорю, что каждый должен заниматься своим делом и рассказывать правильно. А не так, что где-то что-то почитал и в блоге это быстренько выставить на свою популярность. Не так нужно это делать. Это должны специалисты делать. Конечно. Те, которые обучены. Извините, чтобы хотя бы доступ иметь к лечению аллергических болезней. Это как минимум нужно 8 лет на это потратить. 8 лет. Ну и своеобразный опыт должен быть. Во-первых, опыт и прочее, прочее, прочее. Ну и резюмируя наш разговор, я хочу сказать, что не надо заниматься самолечением, не надо каких-то действительно искать какой-то информации, там и средства даже массовой информации, да, то есть источников. То есть, всегда нужно все-таки обращаться к медикам. Мы всегда рядом, всегда поможем. Мы сегодня хорошо сказали опять же о первичном звене. Мне всегда нравится, когда говорят о первичном звене, потому что на самом деле это вот такие труженики, которые стоят на первом таком этапе, да, и на них очень возлагаются большие... Конечно, где-то их ругают, где-то их там хвалят. Ну, по-разному бывают ситуации, но в целом они каждый день выполняют свою работу, они всегда на страже, да. И когда действительно пациент правильно направлен к нужному специалисту, будет результат и эффект. Результат будет, обязательно будет. Поэтому я завершаю наш разговор сегодняшний. Вот такой интересный у нас разговор был, интересный собеседник. Поэтому я всем желаю вот те советы, которые вы сегодня услышали, чтобы вы их действительно использовали в повседневной жизни. Берегите себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова